Контрактная армия Оказывается, после освобождения территории образовался фронт в тысячу километров, а 150 тысяч контрактной армии, они не могут держать такой фронт, не могут держать такой тыл и не могут при этом двигаться вперед, не могут физически, и это невозможно. Не хватит людей, не хватит вооружения, не хватит ничего, именно поэтому была объявлена частичная мобилизация. Далее, если это война, во-первых, к ней надо было быть готовым, а во-вторых, а если она не первая, а если она не быстро закончится, то что тогда делать-то? Вот 150 тысячами нет, не обойдемся, и да, придется делать нормальную народную армию, в которой надо служить каждому, кто пригоден, конечно, и служить по два года минимум, а на флоте три. Потому, что за меньшее время обучиться нельзя, а дальше окажется, что этих солдат, которые обучились 18-летних, надо отправлять на фронт, чтобы они участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там, и гибель которых на фронте вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям и прочее. А вот 18-летних пацанов, как бы это цинично не звучало, а их придется отправлять, и никуда от этого не деться, никуда. Все эти рассказы про то, что эти люди там прошли горячие точки, воевали, вы, граждане, хорошо представляете, на что похож российский мужчина физически уже в 40 лет или там в 50? Как он там может бегать, может прыгать, спать на холодной земле, что у него с простатой, что у него с почками от постоянного употребления алкоголя, что он вам что это, какой-то монстр? Нет. Дети должны идти в армию, служить в армии два года и участвовать в боевых действиях. Только так. И только такая армия нам и светит. Я так считаю. Продолжение следует.